Весной 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 в одном, но с AT3600. И это здорово, что в Китае начали в самый начальный сегмент добавлять известную хоть и простенькую модель аудиотехники. На одном из стендов ЕРТЭК демонстрировали всепогодную акустику, рядом стояли и несколько проигрывателей винила, которые еще не доехали до РФ, а также компактные музыкальные центры. Среди вертушек были и симпатичные аппараты, как со встроенной акустикой, так и без. Часть комплектуется знакомыми бюджетными тонармами, при этом опять же в комплекте заветная аудиотехника. Согласитесь, модельки выглядят миленько, часть из них даже комплектуется пультом дистанционного управления, так сказать, для особо ленивых. На стенде бренда ЭЛАЙК показали несколько проигрывателей. Опять же, всепогодку и проигрыватель с комплектной акустикой, выполненный из бамбука. Вроде аппарат простенький, но за счет отделки выглядит интересно. А эти проигрыватели в комплекте имеют какие-то неизвестные головки звукоснимателя с колпачками разных цветов. Самое забавное, что на вопрос, что это за модель, даже сами китайцы не могли ответить. Но все же, один из экземпляров попросить мне на тест удалось. Скажу сразу, головка сильно уступает AT3600. Как вам такой тонарм в виде кочерги? Выглядит необычно, но топорно. Тот случай, когда с оригинальностью решения переборщили. Показали также и граммофоноподобные аппараты. Понятное дело, что это не про качество, ибо в комплекте пьезоголовки, но в интерьере смотрятся классно. Да и потом, тумбочки как минимум в хозяйстве сгодятся. Ну, хотя логичнее было бы, наверное, сделать ящики под винил. Помимо антикварного дизайна, были граммофоны и в более современном дизайне, напоминающем чем-то сюзофон. На одном из стендов показали проигрыватели со встроенной акустикой и даже CD-плеером. Один из таких проигрывателей имеет виброразвязку на резиновых вставках. Тоже необычные и симпатичные модели с применением дерева и стекла. Много проигрывателей было с фабрики Литак, и неудивительно, это одна из крупнейших фабрик в Китае. Думаю, многие из вас уже видели эти проигрыватели в РФ. Кстати, общался с представителями фабрики, обещают интересные новинки, в том числе и с прямым приводом, которые, я думаю, доедут до прилавков в РФ. Еще несколько ультрабюджеток. Не наш профиль, конечно, но пройти не засняв не смог. Еще один представитель с причудливым тонармом. Ради интереса его даже потестил, и вряд ли его кто-то привезет в РФ. Ну, впрочем, не очень-то и хотелось. Забавно, в него даже проигрыватель с флешки встроили, и, конечно, возможности цифровки. Проигрыватель очень недорогой, но, опять же, в комплекте идет неизвестная головка. А вот эту головку, установленную на этих проигрывателях, можно было заметить на старых модификациях ТИАК-180 и 280BT. А в этих проигрывателях динамики встроены прямо в опорные ножки. Остается надеяться, что они хоть как-то развязаны с корпусом. Еще немного бамбука и акрила, и, к сожалению, послушать на выставке их не дали. О, друзья, видели когда-нибудь проигрыватель с пианино? Ну, действительно, что только не выдумают. Не забыли и про кассетники, их тут тоже хватало. Причем многие еще и со встроенным CD-плеером, тюнером и поддержкой USB-накопителей. Естественно, с возможностью записи на кассеты. Еще один тонкий намек на кассетный ренессанс. Так, глядишь, и возрождение Волхманов дождемся. Немного приемничков на стол в офис, есть даже с лампами. Неплохие сувенирчики, кстати, в подарок олдскульному любителю музыки. А вот этих джукбоксов на выставке было много. Любят здесь красиво светящиеся аппараты. Согласитесь, симпатичное решение. Серьезные аппараты видел всего в двух местах. Тут вам и акрил, и тяжелые опорные диски. Вот этот аппарат интересный с головкой MC-100. Однако, это просто название. Головка типа MM. Тонарм с шариком сразу вспомнился Лехницкий. Имеет все необходимые настройки, удалось его даже мельком послушать. Кстати, к проигрывателю есть и отдельный MMC фонокорректор. Еще один более-менее серьезный красавец играл с головкой Artafon 2M Red и местным ламповым усилителем. На стенде Music Public Kingdom тоже показали несколько новинок. Кстати, они уже ждут обзора на канале. Компания HM показала несколько своих новинок. Причем, с гибкой кастомизацией. Шеллы, трубки, да и тонармы на любой вкус и цвет. А вот вам и возрожденные бренды Akai и San Sui. Выпускают пока только акустику. Причем, не только портативную. Забавно, что у Акай логотип изменился, а San Sui остался как из 90-х. Огромный стенд ГОКа продемонстрировал огромное количество аксессуаров. Кое-что мне даже прислали, уже пользуюсь. А с учетом того, что эта компания занимается ОЕМ и ОДМ производством, думаю, вы тоже могли видеть подобные решения под некоторыми брендами. Да и почему бы нет? Весь ассортимент отличается неплохим качеством и невысокой ценой. Тут вам и прижимы, и наборы для настройки проигрывателей, опорные ножки, средства по уходу за пластинками, головками звукоснимателей, щеточки, подставки под винил, шеллы, весы, маты, даже мойки для винила с моющими жидкостями. Правда, ручные, никаких вакуумных или ультразвуковых. В общем, компания серьезно занялась аксессуарами и на выставке была вроде единственной мною замеченной. По акустике пока ничего не снимал, ее было очень много, особенно вот такого вот форм-фактора. Как говорится, долбят как надо, да и светомузыка не лишняя. Для школьных дискотек, наверное, самое то. Как вам акустика в виде канистр? Что только не придумай. Были и привычные двухполоски, некоторые очень узнаваемые, тоже недорогие, а также саундбары системы 5.1 и, конечно, Bluetooth а-ля JBL или TronSmart. Но акустику слышал только мимо проходя, поскольку ее было действительно очень много. В целом, проигрывателей действительно было хоть и немного, тем не менее, чтобы все обойти, ушло несколько дней. И все равно репортаж получился на ходу. Отснять успел немного, но от поездки остались только положительные впечатления. Надеюсь, еще когда-нибудь сюда вернусь. А на сегодня у меня все. Это гонче, чем от A3600. Продолжение следует... Продолжение следует...